ну чё лежит белый беленькая поднялась а мамка лежит своего внука Володенька наш приехал ты куда ездил-то сядет Валентине Барышниковой а как там это называется деревня ли как на умово деревня на умово что делал то крышу ремонтировал там шифер у нее пробит говорит что градом пробило где-то в местах в десяти на не знаю только правда это одному тогда неудобно надо было двоим ехать ну вдвоем то с подручника еще было с божьей помощью нам подарков надавала да я знаю она очень добрая когда мы ехали ездили так она натолкала нам разных там и кураги и зернышек и орехов и еще только не было земляных и грецких но это знаешь как называется финики финики но она очень добрая но одна еще никита повидло дала ну чеснок вот так можно работать значит и тому пообедал у нее конечно ну намного еще работает осталось ну еще есть я потом поеду опять поедешь следующий раз а сколько билет то стоит туда брата ноты я утром поехал 150 обратно 130 то есть по-разному а кто деньги оплачивать эти будет вот она дорога оплатилась дорогу оплатила конечно как это так ты работаешь и на свои деньги если то тебя ничего не будет там больше часа добираться час 15 среднем это в сторону новосибирска я даже не знаю куда это ну куда он туда в ту сторону не этот сторону этого новоалтайки ну новоалтайки по новому мосту по доходе зала чем на автобусе ночью я думал на пригородом но я не знаком пригород на автобусе греша дох автобуса не грею не на менка в тольменка он ее в тольмен я думал на электричке ездил они на на электричке то там далеко идти там километра 3 идти понятно ты что никита тут что-то глаза светит она тихоешь как на допросе да ты что я не видел что она светит какое варенье то черемуха черемуха вкусно очень ты тащи сегодня ел работал усердно ну конкретно работал счета какая тебя прибыль то прибыль деньгах какая мне ну да что ты делал опять чертил там чертежи но тебе сколько хоть день платят и мне не в день платят мне за ну как игорь или нема ставки когда дадут деньги начальник он дает а если нет если не за счета ему нет и тебе не ему нет и мне не туда то понятно по-братски ты не обижаешься на него то нет вовсе терпимо слава богу ладно наши кошечка тут наворачивать бань на елью и шанова как вырезывать внука своего я сейчас посчитал тут занялся подсчетом что у меня получается получается такая картина вот занятие которое вел который сейчас мы насчитаем вот она какая биография в первом томе 10 файлов 150 страниц занятия идут том 2 9 файлов 13 136 страницы занимает в книге том 3 32 файла темы 288 четвертом томе 25 файлов тем 262 страницы в пятом 23 файла 202 страницы и в одиннадцать тем 106 и того 1144 страницы и в том и девятом еще 9 файлов нашел 88 страниц и того то получается 1144 плюс 88 1200 страниц это полторы книги на занятие которое вел вот и посмотрел сейчас сколько проповедей у меня проповеди большие и вот как начиная с седьмого тома они у меня идут проповеди я не буду говорить даже просто покажу вот книги открытым оком в каком томе сколько страниц этих не страница тем это проповедей проповеди и того получается что 1137 до 30 бумажном варианте а всего их там 33 1304 проповеди это только малая часть тех проповедей которые уже записывали остальные никто их не записывал участие делся на калькуляторе подсчитал хотя бы примерно узнать в каждом томе открытым оком в среднем три тысячи ссылок из библии я думаю мои книги это все исследует в разных там епархиях там миссиане какие-то там сенсорские отделы уж 14 лет то можно было что-то на набрать то а то ищут ищут как аристарх кемеровский митрополит хорошее отношение с тулеевым а тулеев аман он как христианин уже считается вроде бы и он к нему обратился сам не может выдрать никак а библиотеки то бюджетные и он им дал указание и сообщает отдайте митрополиту они нужны до семинарии тулеев вмешивается за моими книгами губернатор один из самых долгожителей как много раз он выбирался я вчера посмотрел такая интересная биография он не знает еще он и в глаза не видал книги это патриархия всегда так делала все выжимает под свое то что означает беспокаянно найдите хотя одну проповедь которой было бы не полезно полезно только то что их система себя впитала и какое направление дает то есть центральная направляющая руководящая компартия была и так оттуда все это осталось вся хватка безбожная сколько труда положено книги мои не уничтожимая я заранее могу сказать никак из библиотеки владимир владимировича путина вы их не возьмете от медведева дмитрия анатольевича не возьмете из библиотеки именно ленина и возьмете то есть где-то что-то возьмете грех то какой на душу берете я же пишу не по грамоте какой-то я молюсь и вымали у бога самые болезненные точки высвечиваются и какие проповеди вот 1300 проповедей этот проповедей в среднем 25-30 минут каждая проповедь маленько то думали бы хотя бы нет надо уничтожить ну как уничтожить изъять о том что что-то говорят там сжигают пока не подтвердилась ни одного факта один только есть кажется к истинному православию сжег но это потом вроде бы покаялся я сделал что мог я ничего сейчас не пишу это занимаюсь вот сижу тут напорный и проще просто сказать что не доброе дело делают но надо придумать вот приезжая в омск звонят приехать и книги заберите а почему мы же бюджетники ну и что но местный митрополит владимир он обратился к губернатору омская область вы потом как только тут утихнет мы снова вам запрос сделаем то везде говорится пролазят зачем это вам нужно делать там к разные книги колдовские маркс энгель стоят ленин неужели это вам дороже почему вы не просите убрать мирские библиотеки никто вас центрами не ставил книги приняты с полки буквально сдирает а почему там обличительный голос духа божия безбожники конкретно скажите что было сказано не так я еще живой на мертвом там уже столько угодно толочь покажите какой том 30 томов по семьсот пятьдесят две страницы но это же не два листика то меня ловить то ну проще всего потому что вот только на ю тубе это наш youtube где он вот он youtube 4000 почти 250 4250 роликов наших чушь меня не брать то обязательно где-то что-то скажешь не понравится но вы конкретно покажите где был вред вот сейчас я только что вчера попросили выступал на неделе в понедельник наверное было патриарх кирилл в московского московской городской думе и попросили дать комментарий на них вот это вот она у меня стоит прям здесь впереди называется так она зачем патриарх ходил в городскую думу москвы дальше судьба тридцатого я поставил поставил вчера только где-то почитайте где я не согласен как он говорил ну и что разве это преступление какое почему должен быть согласен то когда был дан шанс возвестить людям о христе о боге тулеев то говорит о христе так как он только не говорит что на его спаситель а просто восхищается что христос какой след оставил в жизни как во всем мире изменения какие произошли я думал христианин говорит у тулеева там аннат я подумал может быть кто-то подстроил но бывает так ролики там посмотрел нет правда правда его я в ролик сейчас не ролик а нашел как чечня и дагестан там какие мамы приняли решение убить его кто встретит первый тот убить должен за то что она изменила их вере но не согласно своей книге священной так и у них положено убивать но нам-то это не положено они режут голову но мы-то христиане мы не можем этим отвечать я что сказал то не так а как чтобы мирно жить но мирно есть некоторые варианты чтобы они не читали свою священную книгу коран а христиане чтобы очень хорошо читали и тогда не будут хвататься за оружие они не будут голову резать но если они будут хорошо знать дальше ничего не остается как склонить голову умереть умереть и мир закончится ну не отвечать же а мы им голову отрежем на мы христиане христос принес другое учение он делает как моисей делал он это узнал все я говорить об этом не хочу ну так говорят вот сейчас я посмотрел какой огромный у меня материал остается стихотворение одних три тысячи четыреста шестьдесят семь по 9 куплетов это только думают они что вот сегодня выставил сейчас только и они у меня в аудио насчитанные вот посмотри вот последнее вот это вот версты строк приходится верстать вот сейчас я открою это в ютубе значит это не открывается не знаю тут видимо вечер плохо тянет сейчас откроется все равно версты строк то есть если мои строчки вытянуть а я версткой книг то сам занимался вон они покажи где книги какие вот это мои книги 30 вариантов версты строк приходится верстать размашиста щелкивать страницы я считаю время только береста сливалась туисок в духовную криницу но то это считается а я тут и можно не считать а про прочитать вернее версты строк ну вот как у меня все это сделано как называется версты строк приходится верстать о смотри вот я его скопировал теперь отсюда ухожу все стихи у меня взяты одним файлом я их открываю control f сразу только вставил поскольку несколько секунд версты но еще то тут похвалился только а чё она едет непонятно версты строк приходится верстать а что такое у вас там ее есть нет а стихотворение слова ее есть версты нет наверно вот ее уберите можете откроет слове версты строк да я вот так вот могу взять и вот я ее она не может проглотить уже но не ожидал я что она так будет вот она а есть и у есть и есть да версты строк приходится верстать размашиста щелкивать страницы а было время только береста свивались туисок в духовную креницу и жизнь в годах уже в десятилетиях незрим опишется и не для обозрения проявится не только в нас но в детях намного дольше нашего искления верстаем в памяти ушедшие у слады молитвы встречи праздничных собраний не те вегетарианцы кто жуют салаты но не сожравший ни одного из братьев история действительно одна ее перетолковывать не нужно как под копирку в нас она видна когда со зрением и с памятью мы дружим переосмыслить многое придется переоценку дать тому что было а многом-многом пожалеем слезно и оживет все то что стало пылью когда и как подвигнулись к христу чем отплатили за его услуги особо ярко высветить версту где благовестием распахана как плугом верстается страница и во сне с трудом прочитывается даже и при солнце заливка темная но может покраснеть а разберешься никакой в том пользы так на какой версте пока что дышим в известиях последних захлебнувшись план протоколов возвещают с крыши апокалипсис торца в наши души наверстать упущенное очень трудно без покаяния и вовсе невозможно отверст на персток ангельские трубы уже звучат и наполняют дрожью шестом году и только что написал сказать стало такое вот два эпиграфа и сказал им пойдите ешьте тучные пейте сладкое и посылайте счастье ним не еми и сая эпиграфы так сказать но это ну да как предисловие какое верховный петр воистину он камень когда послушен господу христу но чуть по-своему и твердость сразу канет и тернии на поле ночью прорастут мистически мы входим в герстиманский сад и наше будущее видим панорамно столетий двадцать мысленно назад перевернем и там в слезах застрянем над пятницей густеет ночи мрак и он темнее страшной эпопеи бежит раздетый любопытством марк не все глумится над христом успеют судилище вопит синедрион жидов когал масонский пишет отречение распять мессию весь народ готов пытались обвинить творца хоть чем-то несносно слышать им о воскресенье все также деньги подкупают жадных надежды талмудистов сошлись на моисея клевещут на распятого три духа жабьих не отошло не в прошлом кадр оживший на видео и аудио по нервам бьет бомбят жиды не просто сыплет шишки не видит это лишь полный идиот а мы христовым именем прикрывшись слепая секта злых храмовников невозрожденный в калашный ряд досрылом на все живое поп творит наскок из пятницы не выдраться без раскаяния в прошлом и не переждать субботнего безделья не принятых свидетель пусть путь пылью припорошен рассыпалось монашество попряталась по кельям похоже день воскресный в россии не настанет лишь по местам по малому и то едва чуть-чуть нет дня христова и дни валентина к танек но все еще открыт нам путь нам к иисусу путь двадцать первое два стихотворения каждый день вечером я выставляю два стихотворения они ну тут и есть какие они называют проповеди стихах вот она в годах уже в десятилетиях не зрит 2 а вот где они два сейчас я возьму на общий ты сразу увидится где а вот они два идут 2 и я их переношу все на наш mail.ru на моем мире вот они где вот сколько здесь даже в моем мире тут это восемнадцать тысяч девятьсот шестнадцать фотографий и видео две тысячи девятьсот шестнадцать это не просто количество это огромное здесь материалы поставлены просто огромные и гоняются но это благо конечно они показывают что материалы живые если этим занимается губернаторы если митрополиты обращаются не по матрице не гарри поттера не ищут и харла маркса не капитал ничего не ищут только мои книги это говорит о чем-то что они написаны точка в цель по в точном цель попали а цель какая избавиться от грехов это у меня сейчас я посмотрел теперь буду знать даже сам забыл что у меня это написано это было двадцать седьмом томе цель написания книг в конце последнее странище после 27 том а его видно где он вот он синий второй отряда 27 том вот так вначале то чего я тебя встретил а тут ты уже и погодился это у меня голубятня это кошки пошел маленько на ночь хоть один сухарик сись надо а то у меня судорога ночью все это сомнет меня опять это у меня баночка с медом маленько вот сухарики это не они вас пекла эти как живем культурно это никита это ты так за ее задавливаешься лишь ты дальше говорил а то я сломаю немножко чуть-чуть придавил и вот слава богу слава иисусу